Напомню, трагедия случилась 25 декабря 2016 года, когда при вылете из Сочи потерпел крушение самолёт Ту-154 Минобороны России, который направлялся перед Новым годом в Сирию с мирной миссией. На борту находилось 92 человека, среди них и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Врач-реаниматолог участвовала в работе хосписов, благотворительных фондов, помогала людям во время вооружённого конфликта на Украине, побывала в госпитале в Сирии. Доктор Лиза первая откликнулась на беду жителей ЛДНР и в разгар боевых действий в 2014 году эвакуировала в Россию 500 детей после травм, полученных в результате обстрелов, помогала вывести тяжелобольных и раненых.